Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы поговорим с вами о невероятно интересной теме для меня, о любимом мною диафильме. У меня много любимых диафильмов. Каждый, кто рассказывает вам сейчас о диафильмах, вспомнит сейчас свое детство. Как он сидел в комнате, как входила бабушка или мама, гасила свет, на стене висела простыня, загорался луч света, и на этой простыне возникало изображение. Да-да-да, были такие времена, когда у нас не было компьютеров и смартфонов, и мы смотрели, и это было наше величайшее наслаждение смотреть диафильмы. Эти пленочки, эти коробочки, это все было такое волшебное, это был такой волшебный фонарь, и такое блаженство было все это смотреть. А дело в том, что моя мама работала на радио в детской редакции. Когда она вернулась с войны, она прошла всю войну, она была на фронте, и когда она вернулась, она закончила филологический факультет, а окончив его, она поступила на радио в детскую редакцию. И туда приходили все самые лучшие детские писатели нашей страны. Туда приходил Лев Кассиль, приходил Чуковский, приходил Яков Аким, Сергей Михалков, Агния Барто. И все они дарили ей книжки, и эти книжки они подписывали мне. И там было написано «Дорогой Мариночке, на счастье и на радость Агния Барто», или «Дорогой Мариночке, пусть она не будет неумейкой», и подписывал эту книжку поэт Яков Аким. И все это было, друзья мои, в каком-нибудь далеком-далеком середине прошлого века. И я даже не представляла себе, что судьба сложится так, что со многими этими людьми я, когда вырасту, подружусь, и они станут моими учителями, и я тоже стану детским писателем. Может быть, это сыграло огромную роль. И вот появлялись эти книжки, и мама всегда вместе с этими книжками и покупала мне «Диафильмы». У нас была огромная коллекция этих жестяных баночек, каких-то алюминиевых, откуда извлекалась цветная пленка, вставлялась в этот вот аппарат, и начинался показ фильмов. Это было упоительно. Вы знаете, вот именно сейчас, благодаря нашему проекту «Диафильмов», который возрождается сейчас в библиотеке, я снова пересмотрела многие любимые свои диафильмы. Это и Питер Пен, и прекрасные «Дикие лебеди» Андерсона, по Андерсену было много диафильмов. Это «Приключения Пифа». Сегодня у тети Агаты большая стирка, и такая тетя Агата идет, и развешивается все. Это художник Сутеев, карикатурист, чудные художники работали в «Диафильме». Сутеев, Радлов, кто еще? Сейчас вспомню. Многие прекраснейшие художники. Потом к ним присоединились Петр Багин, Евгений Монин, Лосин Вениамин. Чудесные-чудесные художники. Потом, еще позже, я увидела такой замечательный мультфильм, и, кстати, сейчас я его пересмотрела не мультфильм, а диафильм, который нарисовал Сергей Юкин. Может быть, у вас в библиотеке наверняка, я уверена, есть книга «Клуб знаменитых капитанов», которую нарисовал Сергей Юкин. А тут он нарисовал Жюля Верна, 15-летний капитан. Боже мой, как это нарисовано, как это здорово! А ведь потом еще к диафильмам присоединились пластинки, которые озвучивали, вот эти вот картинка за картинкой шла. Ты листал, и самое, что вот замечательно было, вот это я сейчас понимаю уже, будучи взрослой, что каждая картинка несла в себе какой-то очень острый момент, которого ты ждал, когда же появится следующее, чтобы понять, как это все развернется и во что обернется. И, например, какая-нибудь сказка про этого «Не пей!» Из колодца кричала сестрица Машенька своему братцу Ванечке, козленочком станет. А на картинке этот Ванечка чешет вовсю к этому колодцу, Маша сестрица за ним несется, коса развивается, и ты не знаешь, выпьет он сейчас, Ванька, этой воды из колодца или нет, станет он козленочком или нет. А вдалеке художник уже рисует стадо козочек и козлов каких-то, к которым наверняка присоединится Ванечка, который не послушает свою сестрицу Машеньку. Великолепный диафильм «Пятнадцатилетний капитан». Как рисовал Сергей Юкин, друзья мои, как я мечтала, чтобы он нарисовал какую-нибудь мою книжку, потому что это выдающиеся были художники. И вот я даже тут подумала, чтобы не забыть, как была в «Приключениях Пифа» нарисована тетушка Агата, как дядюшка Цезарь, как злобный кот Геркулес, как сами образы создавали острую коллизию, которая будет разворачиваться на протяжении всего этого диафильма. А «Карлик нос» Евгения Монина, эта удивительная сказка Гауфа. Я настолько переживала за мальчика Якова, который грубо ответил, как волшебнице. Он сказал, ты такая страшная, я не понесу тебе ничего. Она сказала, а в тебе не нравится мой нос, так у тебя будет такой же. Вы представляете, как это можно нарисовать? Вот вы, юные художники, юные рассказчики разных историй, представьте себе эту драму, когда мальчик, хороший, симпатичный, просто нагрубил волшебницы. А как вот это вот все влияло на наши души, вот эти диафильмы и мультфильмы? Вот, скажем, «Снежная королева». Впервые я увидела мультфильм «Снежная королева». Вы не представляете историю, вся история мультипликации в ней. И Федор Хитрук, и Михаил Шварцман, они все были художниками на этой картине. Там было стихотворение Заболоцкого, там была песня Михаила Светлова, Мария Бабанова, великая актриса, озвучивала «Снежную королеву». Как это было нарисовано, как это было станцовано все. Это история Герды, когда злой волшебник разбил стекло, какое-то зеркало, и маленький осколок попал там в сердце мальчика Кая, которого так любила Герда. И в глаз ему попал. Он стал видеть только плохое, и он стал грубить всем, он стал говорить ужасные вещи, он стал жестоким и непослушным. И когда он вышел на улицу прокатиться на салазках, вдруг он увидел, как скачут белые кони, и сани белые несутся. Он взял, прицепил свои салазки. И вдруг все это помчалось, помчалось, и он попадает в плен, в царство к «Снежной королеве». И девочка Герда отправляется на поиски своего брата. И она идет. Тысячи приключений встретились ей на пути. Столько опасностей, столько трудностей она преодолела, чтобы, наконец, попасть все-таки в это царство «Снежной королевы». И когда она приходит, то мальчик не узнает ее. И она тогда плачет, обнимает его, согревает. И эти ее слезы попадают ему в сердце, падают ему на грудь. И он пробуждается от этого страшного сна. Какой мы выносим из этого, что мы, урок какой? То, что любовь может преодолеть все. И вот этот диафильм, и этот мультфильм я запоминаю на всю свою жизнь. И, может быть, у меня вот из сказки «Аленький цветочек», когда девушка полюбила ужасное чудовище, потому что она поняла, что он добрый и хороший внутри. И, в конце концов, он превращается в принца. И вот эта Герда, которая неслась за своим каем и пыталась разбудить его от сна, согреть и растопить его сердце. Понимаете, это была программа, вот для меня лично, на всю мою жизнь. Вся моя жизнь дальнейшая была осуществлением этих двух сказок. Я была уверена, что я тоже, как эта девушка из «Аленького цветочка», я встречу чудовище, полюблю его, и он превратится в принца. И что я буду всю жизнь растапливать этих каев замороженных, и, может быть, они еще и оттают и ответят тебе взаимностью. Но вот эта вера, то, что это все равно случится, что это будет сказка с хорошим концом, я поняла вот сейчас уже даже, пересматривая снова «Снежную королеву», я поняла, по какой программе мы иногда начинаем жить, читая прекрасные сказки, читая прекрасные книги. Я уверена, что люди, которые смотрели эти сказки, которые сопереживали хорошим героям, они не в состоянии совершить никакого зла в своем будущем. Они будут умные, прекрасные, добрые, они будут ценить жизнь, они будут ценить мир на этой земле, они будут пытаться сделать жизнь эту прекрасней, веселей, они будут пытаться развеселить людей, а не сделать так, чтобы опасности подстерегали людей на каждом шагу, они не будут злобствовать, ссориться, угрожать друг другу. Понимаете, жизнь прекрасна, и мы должны помнить об этом всегда и смотреть эти диафильмы. Вот может быть, поэтому я стала писателем, а сначала детским писателем, и я начала писать сказки. Я написала несколько сказок, у меня даже вышла книжка сказок, у меня стали выходить мультфильмы, вот этот мультфильм, например, «Что случилось с крокодилом», вы наверняка его смотрели, как у крокодилов, у всех вылупились крокодильчики, а у одного крокодила из яйца вылупился птенец, и он стал, все сказали, «Съешь его, сожри вообще, а то все засмеют тебя и будут над тобой вообще смеяться всю жизнь». Он сказал, «Нет, я не съем его, это же мой птенец, он не смог его съесть». И все подвергли его совершеннейшему презрению, никто не хотел с ним дружить и с крокодилов, но он учил своего птенца, он даже учил его летать, он вырастил из него настоящую птицу, и птенец тогда научил его летать. И он вместе со своим папой, этим крокодилом, он говорит, «Ну как же я полечу, у меня же нет крыльев?» А он говорит, «Смахивай лапами, отталкивайся хвостом, лети, лети, как будто в воде плывешь». Больше с тех пор никто не видел летающего крокодила и этой птички, потому что они улетели из этого болота, зачем оно им было нужно? Они улетели в какой-то прекрасный мир, где люди понимают, что нельзя бежать слабых. Если бы вы знали, как мне хотелось, чтобы по моим сказкам вышел хотя бы один единственный диафильм. Мне так этого хотелось. Я пришла на Старосадский переулок, дом 7, и сказала, друзья, вот у меня есть такие сказки, давайте сделаем прекрасные какие-нибудь диафильмы. По моим всем рассказам, по всем сказкам можно сделать отличные диафильмы, потому что меня иллюстрировали в моих книжках замечательные художники. Это Владимир Каневский, Леонид Тишков, Сергей Тюнин, Чижиков Виктор, Евгений Монин. Боже, как бы они прекрасно нарисовали мои диафильмы. Ну, понимаете, когда молодой писатель приходит, его еще никто не знает, ну, как-то думает, да ладно, да ну его, не будем мы делать по его сказкам диафильмы. И вот, наконец, свершилось. По моему рассказу будут снимать диафильм. Мы уже работаем над ним, мы уже встретились, во-первых, я встретилась с художницей, прекрасной художницей, Надеждой Суворовой. И именно она из книги рассказов «Моя собака любит джаз» решила выбрать рассказ, который так и называется «Моя собака любит джаз». Мы встретились с ребятами. Что я должна была сделать? Я не знала. Мне надо было зажечь этих юных художников, чтобы каждый из них умудрился сделать диафильм по этому рассказу. Может быть, понимаете, может быть. Этот мой рассказ не самый остросюжетный из всех рассказов «Моя собака любит джаз». Но почему-то он заинтересовал Надежду Суворову, художницу, которая любит, что она любит, что важно в картинке. Это перепад пропорций. Что-то должно быть огромное, а что-то совсем маленькое. Уже в этом возникает конфликт. Возникает, должна возникнуть обязательно перспектива. Ты должен провалиться в эту картинку. Должна возникнуть динамика, то есть движение. Что-то должно происходить такое, разрешится, что должно в следующей картинке, а там разрешится в следующей картинке. И так этот конфликт двигается до самого конца. Что там произойти должно? К тому же, этот рассказ должен быть наполнен музыкой, а именно джазом, а именно драйвом. Что такое драйв? Это нарастающая такая энергия, которую дает музыкант в зал. Он выбрасывает свою энергию, и из зала идет к нему энергия обратно. И вот такую сложнейшую задачу поставила перед собой художница Надежда Суворова, и поставили перед собой ее мои ребята. К сожалению, я сейчас не вижу этих картинок, которые они нарисовали, и картинок, которые нарисовала Надежда Суворова. Но я уверена, что у каждого человека было свое видение и свой диафильм, и свой мультфильм. Потому что, например, специально для нашей сегодняшней встречи я пересмотрела «Снежную королеву». Несколько диафильмов существует по «Снежной королеве», несколько диафильмов существует по сказке Гауфа вот этот вот нос, про нос, и «Карлик нос». И это было поразительно, насколько «Карлик нос» Евгения Монина отличается от «Карлика носа» Владимира Шевченко. Это поразительно, насколько «Снежная королева» разных художников отличаются друг от друга. Это совершенно разные истории. И я надеюсь, что моя история тоже, «Моя собака любит джаз», что она тоже, тоже будет совершенно разная, ребята, но все-таки готовится и один единственный диафильм, который, по которому будет, вот, который выйдет, может быть, на диафильме. Надо сказать, что по книге «Моя собака любит джаз» снята целая серия мультфильмов. Называется это серия «Везуха». И я уверена, что все вы смотрите эту «Везуху» в интернете, и наверняка многие смотрели ее. Это ужасно смешные мультфильмы, но они очень, очень остро увидел режиссер и художник моих героев. Ведь нужно же первым делом создать образ героя, который будет двигаться из одной картинки в другую, где будут действовать и остальные персонажи, но у них будут разные ситуации. То ему будет весело, то ему будет страшно, то ему будет как-то не по себе, то он будет подглядывать в дверную скважину, в замочную. Вы представляете, сколько, какой нужно обладать художественной силой, чтобы все время изображать разную мимику, разные жесты, разные движения. Сколько всего должно быть в диафильме? Это целая наука. И поверьте, что это так интересно, что сегодня, готовясь к вашей встрече, к нашей с вами, я пересмотрела диафильмы, клянусь, я не могла оторваться. Особенно вместе с озвучкой, ведь сейчас диафильмы, ну, наверное, в основном все-таки нужно смотреть в интернете. И они все озвучены, и там есть и музыка, и на разные голоса это все говорится. И вот мне интересно. Значит, как появился этот рассказ «Моя собака любит джаз». Мой сынок, я раздумывала, было ему лет шесть, я думала пять, ну, кем же он будет в этой жизни? И я подумала, знаете, родители вот такие вот ненормальные, они думают с пяти лет, кем же будет их ребенок, когда он вырастет? Да не будет он тем, кем ты задумал, он будет совершенно кем-нибудь другим. Но ты думаешь, а мы все-таки, давай придем, надо же с детства чем-то заниматься. Я подумала, мой сын будет джазменом, о, у нас рядом студия москворечья, я его приведу, он вольется в эту семью джазменов, он будет играть на саксофоне или на трубе или на контрабасе, на чем-нибудь. Я привожу этого мальчика, он совершенно не хотел ни на чем играть, он не хотел быть джазменом. Я говорю, ты пойми, какая жизнь тебя будет ждать интересная, ты будешь путешествовать по всему миру, ты будешь знаком с разными музыкантами, у тебя будут такие друзья, такая жизнь, полная импровизации и радости. И он пришел, такой, значит, какой-то никакой, и мы приходим, и там такой класс. Мы думаем, ну мы сейчас, и мы с ним разучили какую-то там песню, которую мы споем, и такая училка сидит за пианино, она говорит, ну заходи, он зашел. Она ему говорит, во, одним пальцем на пианино, вопали, березка стояла, повтори, он говорит, вопали березка, она говорит, нет, вопали кудряба, вопали кудряба, она говорит, ты не подходишь, у тебя нет слуха, иди, мальчик. Он выходит и говорит, у меня нет слуха, я не подхожу. И мы пошли с ним, он и не хотел, но обида была в нашем сердце. потом он мне говорил, ты знаешь, вот живешь, так живешь, и думаешь, все в порядке, все у тебя хорошо, и вдруг оказывается, что ты не подходишь в джаз. И это так обидно, хотя ты совершенно не собирался ни в какой джаз, и вообще ты не понял, зачем тебя сюда привели. и вот этот рассказ, он уже рассказ, понимаете, потому что рассказ начинается всегда с большой надежды и с большой печали. И вот маленький кусочек отсюда. А дело в том, что еще одним героем этой книги является таксокит. этот пес тоже пошел вместе с мальчиком, моего героя зовут Андрюха Антонов. Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. Ну, Андрюха, джаз, да, всем своим видом, говорил он, и колотил хвостом. Дома я позвонил дяде Жене. У меня нет слуха, говорю, я не подхожу. Слух, сказал дядя Женя с презрением, слух, ничто, ты не можешь повторить чужую мелодию, ты поешь, как никто никогда до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность. Джаз, сказал дядя Женя с восторгом, джаз, не музыка, джаз, это состояние души. В опале березка стояла, запел я, положив трубку. В опале я извлек из гитары квакающий звук, взвыл кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца горбля, крики чаек. Кит, гудок паровоза и гудок парохода, он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с китом выбрали друг друга на птичьем рынке. Во поле из мухи радости мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка. Умолкните, кричит, балбесы, но песня пошла, и мы не могли ее не петь. Дядя Женя удалял больному гланды и вдруг услышал джаз. Джаз передают, воскликнул он. Сестра, сделайте погромче, но у нас нет радио, воскликнул он. Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль сыграть горячее соло на саксофоне под паровозный. Нет, лучше пароходный гудок, а в новом Орлеане король джаза негр ну просто совершенно неожиданно для себя хриплым голосом запел. Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла, и весь новый Орлеан разодал, огрянул. Люли, люли стояла, люли, люли стояла. О чем эта история? О том, что когда человек что-нибудь по-настоящему хочет, когда в нем живет искра, талант, когда в нем есть энергия, чтобы подарить ее людям, он обязательно это сделает, потому что любовь движет горами. Вы спросите, а кем же стал твой сынок? Так вот, мой сынок очень любил в детстве диафильмы. Когда он еще был совсем маленький, тоже не особенно-то появились компьютеры, они немножко появились, но еще не так, чтобы прямо не отходили дети от своих телефончиков и компьютеров. И он смотрел диафильмы. И нашим любимым диафильмом был «Затерянные миры» по Артуру Кунан Дойлу. И нарисовал, оказывается, я только сегодня узнала к своему стыду художник такой Владимир Гаврилович Шевченко. Если бы вы только знали, какой это великолепный, великий художник «Затерянные миры» Кунан Дойла, о том, как ученые английские попадают на какой-то остров в прошлое, и там встречаются самые разные обитатели древней земли. Все эти динозавры, ихтиозавры, птеродактили, все вылетают от этого. Представляете, какой разгул для художника, для фантазии художника. И мой сынок смотрел это, и я сама смотрела с огромным удовольствием. Дальше пошел у него Толкин, дальше пошли книги Северо-Запада, и дальше он стал издателем с начала детских книг с великолепными художниками в Рипол-Ките. Рипол-Кит он основал такую редакцию, а сейчас он работает в АСТ, у него редакция Мейнстрим, и он выпускает фантастическую литературу. Вот как иногда складываются, благодаря нашим детским увлечениям, складываются наши жизни, наши судьбы. И я безумно рада и благодарна проекту «Диафильм», который устроила наша библиотека детская для детей и юношества на Октябрьской площади. Я безумно рада, что теперь мои рассказы «Моя собака любит джаз» и мои мультфильмы по этой книге превратятся, я надеюсь, в целую серию диафильмов, благодаря также Надежде Суворовой и организаторам этого проекта. И мы все с вами сядем, погасим свет, включим какой-нибудь волшебный луч, эту волшебную лампу, и будем внимательно смотреть, как мальчик, который в детстве захотел играть на трубе, как он стал великим джазменом, и сколько приключений ожидало его на этом пути. И вот я мечтала о том, чтобы диафильмы именно сняли по моим сказкам вот этим, которые я насочиняла. Это были такие сказки, из которых получились бы великолепные диафильмы. Если честно, то я и сейчас хотела бы, чтобы диафильмы были сняты по этим сказкам, потому что они очень красивые, они очень зрелищные, они такие волшебные, что именно, например, когда я смотрела мультфильмы, идиафильмы по сказкам Киплинга, вот эта сказка меня натолкнула. Помните, как слон очень хотел, он заглянул в озеро, и там крокодил схватил его за нос и стал тянуть, тянуть, и вытянул, собственно, откуда у слона такой длинный нос. Вы представляете, насколько это было странно, дико, страшно и смешно, когда вот это все показывалось на диафильме. И мне тоже очень хотелось, чтобы моя сказка, например, про слона и ежа, что слон один раз гулял, попал, в общем, в какую-то такую ситуацию, а у ежа еж пошел мыть яблоко в реке, и у него оно уплыло, или он объел яблоко и бросил огрызок, и там семечка, а в Африке слон запустил в хобот, в речку, и когда вдохнул, то он проглотил нечаянно семечко от яблони, от яблока. И что вы думаете? Ну, вот с трех раз кто как думает, что случилось? Однажды весной у него на хоботе стали распускаться маленькие такие почки, ветки пошли, на ветках возникли почки, и нам расцвели листья, цветы прекрасные, и выросли яблоки. И вот стоит этот слон в Африке с этим хоботом, он не может его ни питаться, им теперь ни опустить, просто на нем вот это вот яблоня. И он тогда пошел в путешествие, потому что все его изгнали. Знаете, почему у меня все время такая мысль, что вот один какой-то как белая ворона, с ним что-то приключилось, не весь что, и все говорят, давай, иди отсюда, и все такое прочее. Потому что эта тема была важна для меня, я была, вот понимаете, немножко в детстве такой белой вороны, я сочиняла сказки, я что-то придумывала все время, не очень-то, может быть, хорошо училась в школе, и поэтому мне казалось, что я какая-то не такая, как все. И также мои герои, они все время что-то ищут, они идут за своей мечтой, они идут за своими фантазиями, они что-то придумывают и улетают, то на воздушных шарах, то они пытаются нырнуть, как в рассказе у Юрия Сотника Архимеда Вовки Грушина. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы эта история про этого ненормального слона, она стала диафильмом. Или еж нашел в лесу величительное стекло, а этот еж был очень невнимательный, он шел по лесу, наступал на муравьев, сшибал своими иголками паутину, он мог обидеть бабочку, он вообще ничего не слышал и не видел. И вдруг он находит увеличительное стекло, и он смотрит в него, и весь мир преображается. Вот о чем бы я мечтала, об увеличительном стекле, по которому снят отличный мультфильм, кстати, на «Союзмультфильме». Его снял Александр Горлинг, режиссер, и нарисовал тоже. Но вы представляете себе, ты идешь, смотришь на лес, ты не видишь ничего, только какие-то маленькие точечки копошатся где-то в траве, и вдруг ты направляешь увеличительное стекло, и там большая стрекоза с огромными глазами и сетчатыми крыльями, или там паука у паука, вы знаете, что восемь глаз, а что у него на концах его, а что он видит сны, и все это видно в увеличительное стекло, и сквозь это увеличительное стекло не просто становится видно все, но и слышно, как сверчок всю жизнь играет на скрипочке, а ты никогда этого не видел и не слышал, и вся жизнь этого ежа преображается в этот момент, с тех пор, как он нашел это увеличительное стекло, а теперь мы убираем это увеличительное стекло, но внимательность наша остается, и мы уже своим собственными, невооруженными глазами видим этот мир так внимательно, как я призываю всех видеть этот мир в своей книге, которую я написала для своих студентов, учеников моих, которые хотят стать журналистами и писателями. Эта книга называется «Учись видеть» уроки творческих взлетов. Как человек должен быть внимателен к этому миру, и если он будет внимателен, он никогда не наступит ни на какое-нибудь насекомое, не обидит никакое животное, я уж не говорю, друзья мои, о человеке. Ты должен разговаривать с каждым человеком, ты должен просыпаться каждое утро и видеть мир так, как увидел мой еж в сказке «Увеличительное стекло», о чем я мечтала бы, чтобы был снят и нарисован диафильм по этой сказке. Ты должен видеть этот мир, как будто ты видишь его впервые и очень любить его. Но ведь диафильмы могут быть очень разные. Они могут быть рисованные, они могут быть кукольные, и они могут быть также, может быть, фотографические. И если соединить фотографию с куклой, то может получиться поразительная лента. Да, ведь диафильмы бывают научно-познавательные, бывают диафильмы об архитектуре, об астрономии, о биологии, о животном мире, о чем угодно. И вот я вам хочу рассказать о том, что я очень люблю путешествовать. Причем путешествовать в таких странах и в такие земли, меня притягивают к себе, такие земли, которые, я даже не знаю, почему именно они, но я всегда мечтала оказаться первая в Японии, вторая в Индии и третья в высоких Гималаях в Непале. И так получилось, что именно книга «Моя собака любит джаз» привела меня в Индию. Как это получилось? Вдруг оказалось, вообще на свете есть такая премия, премия Ганса Христиана Андерсена. И каждые два года художнику, писателю, детскому и переводчику вручалась международный диплом Андерсена и одна премия на весь мир. И из каждой страны вот трем людям, представителям вот этих творческих профессий. И вдруг в один прекрасный год мне позвонили и сказали «Вы получаете диплом Андерсена, а этот диплом и премию получают люди в самых разных странах. А я всегда мечтала об Индии. И вдруг мне сообщают, что именно этот диплом я должна ехать получать в Индию». Вот это я вам скажу, ребята, нужно всегда очень смело мечтать, потому что мечты, они сбываются, потому что весь мир слышит, о чем вы мечтаете. И если все идет так, как следует, то, может быть, эта мечта сбудется. И я вот с этой книгой, которую нарисовал Владимир Буркин, отправляюсь в Индию на самолете. Я лечу много-много часов, я прилетаю в Индию. Я получаю там в торжественнейшей обстановке свой диплом и понимаю, что я очень хочу в горы, я хочу в Гималайи. И тут начинают в этой волшебной стране сбываться твои мечты. Подъезжает машина, вы хотели отправиться в Гималайи? Да, говорю, я хотела. Тогда садитесь, и мы немедленно отправляемся туда. Я ни слова не говоря хватаю свои вещи, уезжаю с Конгресса, и ночью мы поднимаемся в высокие Гималаев горы. Я, который укачивает даже в метро, еду вот такими, вот такими вот горами. Вот я честно вам скажу, я никогда никому про это не рассказывала. Всю дорогу меня просто тошнило. Но я не могла, когда я поднимала глаза свои на горы и на небо. Ты думал, господи, за что мне такая красота? Я снимала всю дорогу. Я ехала с художником Леонидом Тишковым. Леонид Тишков нарисовал эту книгу. Леонид Тишков – замечательный художник, мой друг, мой муж и соратник. Он отснял всю эту поездку. У нас бесподобные слайды, немыслимой красоты. И с нами был маленький, тряпичный человечек Никодим, которого я сшила по образу и подобию Леонида Тишкова. Он меня немножко попозировал. У него было все. И есть и пальчики, и нос, и ресницы, и маленькие глаза, и маленькие ушки. Я могу сшить любого человека, друзья, если мне немного попозировать. А этот человек может быть огромный, может быть совсем крошечный. И так у него даже каждый позвоночник. Все, то есть все. В шортах с рюкзачком в рюкзачке карта не пала. И этот человек отправился в горы. И мы снимали его на фоне самых высоких вершин. Мы снимали его на фоне самых невероятных насекомых. На фоне какого-то орла парящего я сидела на камне, а подо мной парила орел, расправив крылья. И я слышала звук ветра в его перьях. Я видела его клювка стеной. Я видела его белую голову, такую орлиную, и карие, и пронзительные глаза, в которых отражался весь горный мир. И там сидел маленький с ладонь величиной человечек. И он шагал с нами по снежным мостам, этот человек. Снежные мосты – это такой снег, в который ты проваливаешься по пояс, а внизу течет леденющие, быстрющие реки. И он шагал, и он дошагал с нами до самой высокой горы Анапурны, покрытые снегами. И он видел все своими глазами распахнутыми, которые я сделала. Там были и хрусталик, и ресницы. И все он видел своими глазами, этот человек. Вы представляете, какое из этого можно было бы сделать? диафильм путешествия в снежные горы маленького человечка Никодима. А вы представляете, какой можно было бы сделать диафильм про самого художника Леонида Тишкова, который снял фильм «Снежный ангел». И все фотографии этого фильма есть у меня. Как сначала он у себя на Урале, где он родился, в заснеженном Урале, идет в ватнике, в шапке и с крыльями, сбирается на гору Хукан, Уральскую гору, где он провел все свое детство, глядя на озеро. Дальше в Индии мы поднимаемся с ним на высокие горы, пред горе Гималаев, и он стоит с этими крыльями, и он прыгает вниз, а внизу бездна. Но, слава богу, там была приступочка. Он останавливается на этой приступочке, но этого же не видно. Он прыгает в бездну. И это мы можем показать на картинке, на фотографии. И следующая картина. Как в высоких Гималаях он идет вверх с этими же крыльями и восходит на снежную Анапурну. И там целая история этого снежного ангела, рассказанная художником Леонидом Тишковым. А восхождение маленького Никодима на священную гору Японии Фудзи – это же немыслимое дело. Мы восходили на Фудзи вне сезон. А это невероятная вещь, друзья мои. Сезон восхождения на гору Фудзи, он только в июле, там какой-то месяц. А мы приехали в мае. А в мае на вершине горы Фудзи метут метели. Хотя внизу в Токио и в Киото в Японии жара несусветная, но ты поднимаешься на Фудзи. Понимаю, во-первых, мало кто даже из японцев видел всю Фудзи. Она всегда покрыта облаками и туманом. Ее совершенно не видно. Во-вторых, когда мы въехали в этот туман, то под ногами были только черные валуны. Все думают, Фудзи, белая вершина. Ничего подобного. Это вулкан, вынырнувший из океана. Сама история Фудзи могла бы стать диафильмом, потому что целый музей Фудзи у подножия Фудзи. И там рассказывается, как ничего не было. И в один прекрасный какой-то доисторический момент это вынырнула гора из океана. Я лично нашла там несколько ракушек на середине горы. А в музее в этом громадный скелет кита, который был найден на склоне Фудзи, на минуточку, там столько интересного всего на этом склоне было найдено археологами. Говорят, что на эту гору можно подниматься только в огромной шляпе. Там вообще ультрафиолет, там нету никакого прослойки. Ты сгораешь в одну секунду даже в тумане. У тебя должны быть очень серьезные башмаки, такие, знаете, мартинсы такие тяжелые, которые цепляться будут за эти скользкие, черные, вулканические валуны. Ты должен, у тебя тысяча всего должно быть. А мы с Леней поехали, и у нас была задача взойти все-таки на Фудзи. Ну, понимаете, не каждый день прилетаешь в Японию. А тут мы прилетели. Ну, что было делать? Мы решили взойти. Нас, значит, завезли на середину горы. И мы сказали, мы пойдем. А я в сандале. Вот драматический момент мог бы быть в этом диафильме. Это мои босые пятки. Снег валит, ветер, метель. И я с босыми ногами в сандале. Но взойти-то надо, но мы уже на середине. Надо же хоть подняться хоть немного. И мы пошли. И мы шли, перелезая через поваленные деревья. А там, знаете, там пихты растут. А из-за того, что ветер все время дует, пихты двоятся, троятся. Там фантастический мир открывается взору путешественника. Метель завывает. У меня уже все пальцы отмерзли. Я застряла, перелезая. А маленький Никодим идет с нами. И он стоит на каждом дереве, на каждом валуне. Видна уже вершина Фудзи. Но автобус кудит с туристами. Смеркается. Наступает ночь. И мы понимаем, что мы должны вернуться. И мы повернули обратно. Мы не покорили Фудзи, друзья мои. Но мы почувствовали ее своей босой ногой. Этот вулканический слой, покрывающий священную гору. Мы прикоснулись к ней. А когда мы вернулись, ноги замерзли. Мы окоченели. Никодим замерз. Невероятно. И вот замерзший Никодим со своим рюкзачком из карты Японии мы возвращались домой. Эти приключения с полностью отснятым Никодимом прекрасны могли бы быть диафильмы. И может быть, еще будут. Почему бы и нет? Вы знаете, вот что, на мой взгляд, отличает художника от обычного человека? Вот есть такое стихотворение у Геннадия Шпаликова. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников. Но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из никуда и ниоткуда, нет объяснения у чуда. И я на это не мастак. Художника отличает взгляд на мир. Этот взгляд, который отличает Герду от замороженного Кая. И этот взгляд, он заразителен. Герда смотрит на Кая с любовью. И Кай оттаивает. И Кай тоже становится носителем этой огромной любви, этого внимательного взгляда художника на этот мир. И я желаю вам, а поскольку каждый ребенок в душе художник, и все эти дети, которые участвовали в создании вот этих рисунков к моему рассказу, и к рассказам других замечательных писателей, которые приняли участие в этом проекте, все эти дети, они невероятно талантливы. Вы все талантливы, талантлив каждый человек. Но один человек дает расцвести в себе художнику, а другой все-таки побоится, подумает, ладно, буду как все, потому что художник должен иметь мужество быть художником. Он должен иметь мужество быть носителем этой любви, этого необыкновенного взгляда на мир, этого взгляда и этого большого-большого такого таланта, который несет в себе каждый художник и дарит его миру. Я желаю вам всего самого хорошего. Я желаю вам удачи, любви, успехов, здоровья огромного, потому что художнику оно очень нужно, стойкости, стойкости оловянного солдатика. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok